В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Ремонт завершен. Воспитанники детской музыкальной школы имени Балакирева спогут вернуться к занятиям 9 декабря. Вам решать продолжается голосование за выбор территории, которую будут благоустраивать в 2022 году. Быть готовыми к любому развитию событий Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Далее расскажем обо всем подробно. Какие работы уже выполнены и что еще предстоит сделать подрядчику? Качество капитального ремонта детской музыкальной школы имени Балакирева оценили депутаты городской думы на выездном совещании. Подробности далее. О затяжном капремонте детской музыкальной школы имени Балакирева мы уже рассказывали в сентябре этого года. Напомним, осенью при демонтаже кровли затопило третий этаж здания, поскольку ремонтные работы совпали с осенними дождями. Сейчас все недочеты устранены и подрядчик готовит объект к сдаче. Это новые дорожки асфальтобетонные, новая разворотная площадка для пожарной техники, соответственно. Отливы, соответственно, сделаны. Вне проекта еще подрядчик поднял люки. Это почему-то в проекте не оказалось, просто не было. Они подняли люки, опять же, по объекту. Ну, естественно, бордюр на камне у нас их не было вообще нигде. На выездном комитете Леонид Бородулин рассказал о том, какие работы по проекту должны были быть сделаны, и представил народным избранникам подрядчика. По словам представителя строительной фирмы, 99% от общего объема работ выполнено. Капремонт завершат 8 декабря. В этот же день специальная комиссия проверит готовность здания. А 9 декабря воспитанники музыкальной школы смогут вернуться к занятиям. Благоустройство сделали, мусор практически весь в жизни, вот остались временные кровли. Их сегодня-завтра увидим. Основной вход заделывается, сегодня ограждение будет установлено. Шапки пропетные осталось вот на этой части здания установить. И сегодня-то начали фонтировать, завтра закончили. Теперь народным избранникам на заседании Думы 9 декабря предстоит принять решение, оценивают ли они реализацию нацпроекта «Культура» как удовлетворительную. Продолжается голосование в рамках программы инициативного бюджетирования «Вам решать». Чтобы проекты получили материальную поддержку, необходимо активное участие жителей города. Подробности в следующем репортаже. Голосование за проекты инициативных групп граждан в рамках «Вам решать» продолжается. Сейчас из всего города проголосовало около двух тысяч человек. О том, насколько важно поддержать проекты, расскажет депутат городской думы Олег Бабушкин. Нехватка парковочных мест и загруженность стоянок автомобилями – общегородская проблема. Жители дома номер 10 по улице Семашко согласовывали проект по расширению дороги и парковки на протяжении пяти лет. В этом году шанс осуществить идею граждан дает программа инициативного бюджетирования «Вам решать». Также в рамках проекта планируют обновить тротуары у детского сада номер 45. Рядом с шестиподъездной пятиэтажкой находятся дома номер 8 по Семашко и номер 9 по Семашко. Для всех машин территории не хватает. Олег Бабушкин рассказал, что между парковкой и детским садом хотят еще высадить и деревья, чтобы детям и воспитателям было комфортно и безопасно. К сожалению, на сегодняшний день за проект инициативных жителей проголосовали всего 72 человека. Город Саров необоснованно слишком низко в рейтинге проголосовавших городов и районов. Призываю проголосовать за наш проект или за тот проект, который вы посчитаете нужным. Но то, что мы это должны сделать и привлечь дополнительные финансовые средства на благоустройство нашего родного любимого города – это наша с вами задача и обязанность. Онлайн-голосование в рамках программы инициативного бюджетирования «Вам решать» пройдет до 22 декабря. А дать свой голос за один из проектов можно на сайте вамрешать.рф. Те, кто продвинутые пользователи, конечно, это очень легко будет сделать. На страничке городского округа города Саров они смогут ознакомиться со всеми 16 проектами, которые там описаны и представлены, и далее перейти к голосованию. Необходимо отметить, что тоже, к сожалению, можно проголосовать только за один проект из 16. Может быть, мы хотели несколько проектов выбрать, но программа нам этого не позволяет сделать. Также проголосовать можно по номерам 8 800 222 79 45. Звонок в России бесплатный и 8 831 423 79 45. Может взиматься плата по тарифу вашего оператора связи. Заморозку накопительной части пенсии продлили до конца 2024 года. Согласно документу, сохранится порядок, действующий с 2014 года. Отчисления в размере 6% от зарплаты продолжат направлять в страховую часть пенсии. Средства будут идти на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее граждане могли самостоятельно решать, передавать эти деньги на формирование накоплений или в страховую часть. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Законопроект, который расширяет полномочия полиции, приняла Госдума в третьем окончательном чтении. Теперь полицейские смогут вскрывать автомобили для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов получили право проникать в жилые помещения и на земельные участки для задержания лиц, которых застигли на месте преступления. Помимо этого, полицейские смогут досматривать граждан, если есть основания полагать, что при них может быть оружие, взрывные устройства, наркотические вещества. Также служители закона смогут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий. Запретить одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика в России могут с начала 2023 года. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Всего в списке на запрет 28 позиций. Кроме одноразовой посуды и трубочек, в него вошли капсулы для кофе, ватные палочки на пластиковой основе, непрозрачные цветные бутылки, некоторые виды упаковки для куриных яиц и овощей, а также часть видов многослойных пакетов и другие изделия. Пенсии проиндексируют, материнский капитал увеличат. Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда России на 2022-2024 годы. Индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%, в 2023 году 5,6%, а в 2024 году 5,5%. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации с 1 января 2022 года установят в размере 6401 рубль. Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут с 1 апреля. В 2022 году их индексация составит 7,7%, в 2023 году 2,5%, в 2024 году 9,9%. Увеличится и размер материнского капитала для семей, которые получили право на мат-капитал на второго и последующих детей до 31 декабря 2019 года, а также в случае рождения и усыновления первого ребенка, он составит в 2022 году 503 237 рублей. К 2024 году размер материнского капитала будет равен 544 301 рублю. Размер мат-капитала в случае рождения, усыновления второго или последующего ребенка после 1 января 2020 года составит в 2022 году 665 тысяч рублей. К 2024 году 719 273 рубля. Помимо этого президент поставил перед Кабмином задачу вернуть инфляцию к 4%. Главной проблемой сегодня является рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4% в 2022 году необходимо обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 4%. Президент поручил реализовать эффективные механизмы противодействия инфляции. Основной акцент, по его словам, необходимо сделать на увеличение предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. В первую очередь это касается продовольственных товаров. Также Владимир Путин призвал добиться роста реальных доходов россиян темпом не ниже 2,5%. Подготовку обновленного плана действий по борьбе с распространением COVID-19 завершает правительство. Необходимость в дополнительных мерах возникла из-за распространения нового штамма омикрон. Подробности далее. Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Положение осложняется появлением штамма омикрон. По словам Михаила Мишустина, пока нет полной ясности, как он повлияет на общую картину. По поручению президента, правительство завершает подготовку обновленного плана действий по борьбе с распространением COVID-19. В рамках дополнительных мероприятий будем работать по нескольким направлениям. Прежде всего, необходимо создать барьеры и снизить темпы проникновения COVID-19 в нашу страну. А также повысить объемы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления этой инфекции. Михаил Мишустин призвал регионы контролировать ситуацию и быть готовыми к любому развитию событий. А также сообщил, что правительство дополнительно направило в субъекты федерации 89 миллиардов рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования. Средства пойдут прежде всего на лечение пациентов с COVID-19. Для людей такая помощь останется бесплатной. И дальше будет предоставляться по полису ОМС во всех регионах страны. Снижение числа заболевших коронавирусом фиксируют в стране вторую неделю подряд, рассказал на заседании Михаил Мурашко. Сейчас лечится амбулаторно 660 тысяч пациентов. Под наблюдением медиков в стационарах остается 168 тысяч больных. Также министр здравоохранения доложил Михаилу Мишустину о том, как в России проходит прививочная кампания от COVID-19. Всего провакцинировано сегодня более 72 миллионов наших граждан. Полностью прошли вакцинацию почти 65 миллионов человек. В настоящее время, по данным регистра, вакцинировано более 62% от численности взрослого населения страны. Несмотря на снижение числа заболевших, коэффициент распространения коронавируса остается достаточно высоким. Поэтому речи о снятии ограничительных мер пока не идет, подчеркнула в своем докладе глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ежесуточное количество регистрируемых случаев остается достаточно высоким. И здесь любое нарушение требований правил или необоснованное ослабление режима ограничений приведет к дальнейшему росту после той стабилизации, которую мы наблюдаем. И которая достигнута таким достаточно сложным и напряженным трудом всех нас вместе в разных регионах. Анна Попова также отметила, что новый штамм Омикрон может быть завезен в Россию почти из 50 стран. Она призвала россиян по возвращении из-за границы повторно сдавать анализы, даже если первый результат был отрицательным. Глава Роспотребнадзора пояснила, что тест на коронавирус в первый день редко дает положительный результат. Обычно ковид проявляется на вторые-четвертые сутки. Напомним, срок действия ПЦР-теста в России сократили с 72 до 48 часов. Лучшее анимационное видео и лучший видеосюжет. Воспитанники мультстудии Катрики заняли два призовых места на шестом международном медиафестивале детского и молодежного творчества «Мы здесь». Подробности в следующем репортаже. По местному поверию считается, что матрешек должно быть столько, сколько звезд на небе. И тогда Полхов Майдан всегда будет богатым и процветающим селом. На такой поэтичной ноте ребята заканчивают свой мультфильм «Село игрушек». В нем воспитанники мультстудии рассказывают своим зрителям о полховско-майданской росписи. К созданию каждого своего проекта ребята подходят творчески. Мы обычно на две группы делаем аниматоры и операторы. Операторы нажимают на кнопку «Энтер», а аниматоры двигают персонажей мультфильмов. Проделанную работу по достоинству оценила жюри медиафестиваля детского и молодежного творчества «Мы здесь» и присудила ребятам первое место. О знаменитой полховско-майданской матрешке ребята рассказали и в другом формате – новостном. Сейчас мы отправляемся в мастерскую Николая Васильевича. И узнаем, как делают из вот такого полена такое прекрасное чудо. В своем сюжете ребята провели небольшое расследование. Отправились на родину игрушки, побывали в музее и узнали, как ее делают. Я была там ведущей. Мне понравилась эта роспись и этот сюжет, потому что мы ездили в Вознесенск. Было очень интересно. Мы подробно рассказали, как создаются матрешки, всякие деревянные игрушки и как их расписывают. Этот ролик занял третье место медиафестиваля в номинации «Лучший видеосюжет». Конкуренция была серьезной. Организаторы получили более 200 заявок на участие, из которых 75 признаны лучшими. В их число вошли и работы саровских учеников. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!